Открытый золотой директор, закрытый серебряный директор, ВИП-50, Калдыгулова Айгуль. Встречайте! Айгуль, напомни мне, пожалуйста, откуда вы святого слуга Казахстана. Поприветствуем Казахстан! Поприветствуем Казахстан! Все готовы? Всегда готовы! Пять минут на телефон! Больше! Всем здравствуйте! Меня зовут Калдыгулова Айгуль, я с города Кипосос. Обычная мамочка в декрете, у меня трое детей. Вообще, по идее, по профессии я музыкант, я была визажистом, я была нейлмастером, я была фотографом 11 лет, я была кондитером. По профессии жгу я музыкант, фортепиано, скрипка. Работала по профессии, ну так, частично. В общем, теме я только не работала, у меня даже в свое кафе было. Но, как вы помните, у нас был коронавирус, и в тот момент я осталась вообще без какого-либо дохода. У мужа был доход 300 тысяч евро. Как бы у нас было очень много кредитов, долгов, все мое золото, можно сказать, было в ломбарде. Были такие моменты, когда даже есть было нечего. Муж уезжает в Избекистан на заработки, я остаюсь дома за теми. И, в общем, это был, я не знаю, самый страшный момент в моей жизни. Были такие моменты, когда за неуплату отключали дома свет. Есть было нечего, света не было несколько суток. Как бы мои родители всегда были, ну, всегда были при деньгах, у них свой бизнес. У отца шахман, камаз. Но, когда я в школе училась, они мне всегда говорили, вот, ты не учишься. Типа, ты будешь либо на улице подметать, либо будешь полымыть. А я им говорила, нет, я буду работать дома и буду зарабатывать больше, чем у всех. Из-за этого я стеснялась у родителей денег просить, помощи просить. И вот так вот жила. Был такой момент, когда у девочки я увидела в статусе чеки. Думаю, стоит попробовать. Сказала мужу, он устроился. На тот момент, кстати, он был еще дома. И я работала в туалете. Честно скажу, мой кабинет был, это туалет. Муж мне еще говорил, ну, ты засранка, что ты там делаешь постоянно в туалете? Я говорю, ну, у меня живот болит, говорю. Ой, говорю, что такое, у меня какое-то несварение. Вот так вот можно сказать, что звание директора я открыла в туалете. Инстаграм. На тот момент я вообще не вела. Я была очень сильно законфликсованной женщиной. Короче, инстаграм для меня был это самым страшным. Я боялась вообще себя снимать. Я весила около 90 килограмм. С людьми вообще не общалась, потому что очень сильно законфликсованная была. И, в общем, технично я работала. Но был такой момент, когда муж спалил, он увидел коробки. Собрал эти коробки и мне говорит, бери свои коробки и уй. Что ты сказал? Короче, давай, уматываем, наверное, отсюда. Можно сказать, что он меня выгнал из дома. Я походила, походила. Подписка вышла там, я не знаю. Он успокоился. Я зашла домой и я продолжала работать. Я технично работала. Я специально работала, пряталась для того, чтобы ему доказать, что я тоже чего-то достойно. Я хотела жить. Мне хотелось кушать. Вот реально приемом со ссобой я хотела кушать. Я хотела быть девушкой. Я хотела быть девочкой. Я хотела себя чувствовать нормальным человеком. Мне надоело стучить сгловать. Мне надоело смотреть на своих детей, которые постоянно голодные. Мне приходилось их отправлять к родителям для того, чтобы они покушали. Они ели на тот момент один раз в день. Вот реально говорю. А мне было есть нечего. Я ходила к соседке тёке Вите и у нее жарила лук. Я постоянно говорила, что у меня дома проблемы со светом. Я у нее дома жарила лук. И этот лук вот так по кусочкам родила ее. Честно сказать, очень сложный момент был. И в общем начала вести инстаграм. Конференции. После каждой конференции я открывала звание. Но если честно, сейчас скажу, как я еще начала инстаграм. Начала себя снимать. Но не выкладывала. Я просто снимала. И в общем один такой день был. Утром проспользуюсь. Все. Сегодняшний день я буду выставлять все, что я делаю. Идем на улицу. Катаемся на горке. На колени посадила сына и дочку. Прокатилась. А там склон был большой. Я падаю. Ломаю копчик. Забыла отключить телефон. Просто отключить. И вот получается я весь этот момент, как я падаю, как я ору, визжу, матерюсь, плачу. У меня сопли, у детей истерика. Я кричу, помогите. Ног не чувствовала. Сосед прибежал меня. Поднял. Нес. До дома. Отнес. Я весь этот момент на косе снимаю. Я забыла отключить телефон. У меня там сопелька висела. Я это все выставила. Смотрю. Реакция приходит, приходит. А у меня на тот момент было около 50 подписчиков, наверное. Подписчики добавляют, добавляют ему откуда. Пересматриваю свой сториз. У меня, оказывается, сопелька вот так висела. И она вот так болталась. Короче, вот моя карьера началась с того, что вот хайпанула на свои сопли. Честно скажу. Были такие моменты, когда, я же говорю, я вот начала вести инстаграм, я все снимала. Через забор перепрыгаю, потому что 2 часа ночи, 3 часа ночи закрытие каталога, а одна девочка, получается, забыла нажать на кнопку оплатить. Она должна была выйти на звание с нашей лицедиректора, я к ней еду домой, в частном доме живет. Я перепрыгаю через забор, уронила телефон. Я думала, наверное, ну отключился. А нетушки. Я повисла, джинсы порвала. Дусы порвала, честно скажу. Это все было на камере, это было все сториз. Я не думала, насколько там все это. И, получается, я забегаю домой, дома никого нет, бегу в сарай, на костях коров вдоль. Вырываю телефон и нажимаю оплатить. Этот сториз я тоже выложила, но я думала, что там в момент, только как я прыгну через сториз, а там моя попа. Там прям дырочка на джинсах была. Ну, в общем, вот так, может, конечно, хайпанула. В общем, сейчас, на данный момент я название «Золотой директор». Работаю где-то примерно около двух лет. Три года вообще здесь в компании «Фамилик», но первый год я была просто потребителем. И, в общем, что я хочу сказать, вообще не вижу ничего сложного. У нас нет, мы вот сетевики, мы чисто работаем онлайн. Офлайн вообще у нас такого нету. Чисто инстаграм, чисто рилс, чисто жизненные моменты. Просто как влиять с детьми, чем мы занимаемся, как мы разговариваем с людьми. В общем, все, что есть в жизни. И хорошие моменты, и плохие моменты. Зато я поняла, что люди любят искренних людей, которые показывают свою жизнь и с плохой стороны, и с хорошей стороны. Как вы понимаете, многие блогеры в основном себя снимают только с хорошей стороны. Типа у них там все замечательно, какие они успешные. Такие люди надоедают, сами понимаете, да. Не хочется смотреть на такого человека, который никогда в жизни не было никаких трудностей. А я, в принципе, снимаю все, и как бы вообще никогда у меня не было проблем с регистрациями, работать с людьми. Я люблю работать с людьми. Конечно, с многими еще не виделось. 90% людей ко мне пришли через инстаграм, я их даже никогда не видела. Дай Бог, скоро увижусь. В общем, что я хочу сказать. А, кстати, мне очень много людей уговаривали, издевались, смеялись, унижали и родственники, и друзья, особенно муж. Но сейчас, на данный момент, я это все переборола. Дай Бог еще больше званий. Мне, вам, конечно. Что я хочу сказать. Никогда никого не слушайте. Будьте уверены в себе. Пусть ваши желания, мечты сбываются. Здесь нет ничего сложного. Вот вообще ничего. Я не знаю, я не понимаю таких людей, которые говорят, у меня нет подписок, у меня нет регистрации, у меня это не получается. А что не получается? Мы просто обычные люди, которые просто поменяли обычный магазин на магазинах компании «Фобилик». Тем более, у нас цены дешевле, чем в магазинах. У нас, например, в Казахстане недавно еще, получается, подорожало еще на 20% и из-за этого у нас собирается митинг. Вот теперь мы будем хайповать на этом. На том, что везде цены подорожали, а у нас нет. Вот так можно сказать, что мы хайпуем тем, что у нас цены дешевле и на этом зарабатываем. Мы показываем то, чем мы пользуемся. Мы никогда не говорим «купи», там, такого типа. Говорим «рекомендую», «мне нравится», «мне нравится». Ведем Инстаграм, звания растут. Будьте с тобой одним словом. Будьте с тобой одним словом.